Молодая украинская группа «Сальто назад» стала открытием первого полуфинала Евровидения. И судьи, и зрители высоко оценили невероятную искренность, харизму и зажигательные танцы исполнителей. В эксклюзивном интервью для подробностей ЮАй солист группы Саша Таб рассказал, с чего начался его музыкальный путь, на кого равняется в жизни и почему решился принять участие в самом престижном конкурсе Европы. Саша, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо, что прийлась. Буду честна. О группе «Сальто назад» до национального отбора конкурса Евровидения лично я, да и многие в принципе не знали. Наши читатели тоже писали, кто эти люди. Это правда. Ну вот, буду честна. И именно 11 января вы просто разорвали зал. Вы порвали всех членов жюри. Вы порвали зал, которые люди, которые были, сидели там. И просто зрители были в восторге от вас. Сейчас нам пишут огромное количество комментариев о вас, что вы действительно очень крутые, где вы были раньше. У меня к вам вопрос. Почему вы решили принять участие в этом конкурсе? И ожидали ли вы такого фурора и реального успеха именно вот 11 января? Или все же нет? Ну, мы не ожидали особо там успеха. Мы просто делали то, что мы любим, поэтому максимально с отдачей и все. А мы уже достаточно давняя группа. Ну, нам 5 лет. У нас есть 2 альбома. Ну, раньше мы немножко музыку довольно такую узконаправленную играли. Тоже экспериментировали всегда со стилем. И фанк, и регги, и хип-хоп. Вот, электронную музыку намешивали в такой симбиоз стилей. Ну, а сейчас уже вышли больше на украинский, не рынок, это такое слово. Ну, на Украину, создаем украинские песни. И более, тоже экспериментируем, но меньше, чуть-чуть отошли именно от хип-хопа. Теперь вносим более мелодичности. Что для вас Евровидение, именно для вашей группы? Для нас Евровидение, мы раньше не следили никогда за Евровидением. У нас ни у кого телевизоров нет, поэтому, может быть, так и получилось, что мы показались чем-то новым и таким, ну, у нас не было как бы на что основываться, полагаться, если бы мы анализировали, смотрели передачи и как-то были как-то похожи. А так мы в своей узкой среде крутимся музыкальной. Ну, выступлений мало, я думаю, вы точно смотрели. Конечно, да, да. И Сан Сея, нам близкие эти музыканты, нам понравилось. Вот, ну, не было такой цели именно попасть на Евровидение. Вот, ну, так получилось. Мы полагаемся все на высшие силы, которые, ну, значит, кому-то угодно было, что мы попали. Поэтому, ну, это круто, мне понравилось. Интересно, я уже хочу сам. Вот, кстати, это же второй полуфинал когда? Вот уже один раз. В эту субботу. В эту субботу, класс. Буду голосовать за кого-то. За кого? Вот не знаю, надо посмотреть, кто там. Я такой, в принципе, там последний полуфинал был такой насыщенный. Этот, я помню, что я там читал, еще не сильно уверен за кого. Не знаю. Но вы вообще следите за вашими конкурентами или коллегами? Ну, вот чуть-чуть следил, насколько это возможно было за нашей восьмеркой, но, ну, опять-таки, не сильно следил, потому что до этого не следил. И уже когда мы начали подготовку, то больше готовился уже к выступлению, к нашему. Вот, кстати, о вашем полуфинале. Вы стали победителями по оценкам жюри и заняли третье место по оценкам телезрителей. Вас с Арсеном Мерзояном разделял один балл, но вы все же вышли вместе с Таяной, прошли финал. А как вы относитесь вот к этому разделению баллов, оценок от жюри и от зрителей? Вот, как у вас внутренние ощущения? Ведь вы у него не попросили. Ну, понятно, что много так людей проголосовало. Ну, это очень, конечно, хороший показатель, если учитывать то, что нас особо не знали. И, ну, это, конечно, классно, что нам удалось вот так одним выступлением что-то до людей донести и что-то открыть, какую-то новую дверь музыкальную. Как-то агитировали своих поклонников? Ну, конечно, да. Насколько это было возможно, в соцсетях, в своих группах писали, голосуйте. Мама у меня там собирала во всю голоса и всех, всех заклыкала до голосования. Кстати, вы сказали о маме. Ваша песня, припев «Оу маму». О ком эта песня, или для кого вы ее поете? Эта песня вообще такая семейная. Я ее чувствую, как такая общесемейная песня. Она, в ней рассказываю я, маме, что я полюбил свою жену. И потом говорю наставление сыну, даю наставление, что ты должен помнить, что семья – это очень важно, что мы должны беречь это и сохранить вот внутри себя эту любовь. У вас такой интересный номер получился в полуфинале. То есть вы вначале пели, потом вы начали танцевать, а потом в конце вышла вообще ваша, я так понимаю, боковокалистка, и девушка тоже начала ярко танцевать. И наши зрители спрашивали, а кто эта девушка? Нам тоже интересно, кто эта девушка? Сандра. Ее полное имя Сандра Самбо Амадео. Круто, да, звучит? Она сама художница, стрит-арт, она много домов разрисовала в Житомире. Сама она из Винницы. Теперь еще и поет. Она вообще танцует, граффити рисует, татуировки. В общем, у нее большой спектр умений, которые она… Как она оказалась в вашей группе? А у нас общие знакомые есть, друзья в этой среде музыкальной и околомузыкальной. Ну вот, ну и так получилось, что мы, когда снимали клип «Невмию», то появилась идея вот снять яркую девочку, ну вот внести ее в историю этой музыкальной композиции. Как родилась ваша песня? Маму? Да. Почему именно ее выбрали? Ну, когда-то мы в штатной работе, я ездил к нашему гитаристу, с которым мы тоже наброски всякие делали, то есть вокальные. И тогда появился вот этот припев «О маму, О маму». И он так остался, а потом, когда мы скинули для конкурса все наши набросочки маленькие, под мелодией где-то вообще было, ну то есть такие совсем черновики. И Константин выбрал именно вот эту песню. Там только припев чуть-чуть было. Я знаю, что вот этот припев ваша подруга «Мама Рика» показала. Да, «Мама Рика» показала, наша подружка, наш создатель Иван, создатель лейбла, о котором мы поговорим попозже, я вам расскажу. Хорошо. Он является саунд-продюсером «Мамы Рики», тоже пишет ей музыку. Клименко. Да, Клименко Иван. Он создал эту песню, и «Мама Рика» пришла, когда рассказывала, ее спросили, то есть когда пела, ее спросили, а кого вы посоветуете из современных каких-то интересных групп. Ну и она вот нас показала, наш клип, и он ему понравился, Константину и судьям, и они выбрали, ну то есть они передали визитку Константина, и мы уже связались и попросили скинуть наши демки. И мы скинули, и вот так получилось, что попали сюда. Но вы именно сбрасывали эту песню «О Мама», да? Мы черновики, как я говорил. Вот просто, что у нас было в арсенале, мы все сбросили. Почему именно тогда эта песня? Потому что Константин выбрал именно ее. Он сказал, что вот это интересное, поработайте над ней. И мы уже сделали из нее песню полноценную. Советовала ли вам Меладзе, может быть, Джамала, либо Данилка, после полуфинала, уже когда вы прошли в финал, может, что-то вам советовали? Да нет, ничего не советовали. Мы подошли просто с ними, поблагодарили их за судейство, вот, все, пожали руки, пожелали нам удачи. Сказала Джамала, что это только начало, друзья, готовьтесь. Поэтому мы готовимся. Ну, смотрите, Европейцы не это ответственный конкурс. И в первую очередь это перед страной, перед зрителем, который выбирает вас, представляет нашу страну. Вы готовы сломать стереотип и попытаться в Киеве выиграть второй конкурс подряд? Конечно, готовы. Мы это и делаем, ломаем стереотипы. Это наше кредо. Ломать стереотипы, вносить краски и неординарности, яркие эмоции. Поэтому, почему бы нет, запросто можно победить второй раз. Чем готовы удивлять Европу? Ну, своей музыкой, своей харизмой, танцами, всем, что относится к музыке и культуре музыкальной. У нас всегда возникает такой вопрос, лично у меня, и наши зрители тоже нам пишут, что... Вот спросите у ребят, если бы у них отключился микрофон, что бы они делали во время выступления? Я бы, наверное, дальше чуть-чуть попел, пока не включат микрофон. Не танцевали бы? Вот вы танцевали. Я бы, наверное, просто продолжал дурачиться, как обычно, что-то вытворять. У нас такие были ситуации на концертах, поэтому приходилось выкручиваться, и мы всегда это все спускали на какой-то фристайл, и что-то вытворяли, веселили людей. Это классно. Этим заряжается. Вы уже финалист национального отбора конкурса Евровидения. Что-то планируете поменять в своей песне? Вот жюри оценили вашу песню, потому что она была на украинском языке. В этом году Беларусь будет представлять на белорусском языке песню свою, будет петь на Евровидении в Киеве. Вы будете ее как-то менять? Может, на английский приведете? Либо вы все же с украинской версией поедете уже, если вас выберут. Будете выступать в Киеве? Конечно. Не будем менять ничего. Это была идея. То есть мы просто делали песню для сальто назад. То есть это не было какой-то цели подстроиться или перевести наоборот. Но в украинском она хорошо звучит. Зачем ее перевести? Не надо. То есть тем более понятно, слова эти «маму» на всех языках «мама». Поэтому все поймут. А сейчас технологии позволяют перевести какой-то субтитр, и все поймут, кто кому надо. Это больше надо чувствовать. Зачем? Язык это такой. Следите за конкурентами из других стран? Как у них проходят отборы? Нет, не слежу. Но будете, а вдруг пройдете? Может быть, буду. Ну, мне больше интересно, наверное, будет уже финальный этап. Или тогда будет не до этого, если мы будем участвовать. Вот. Ну, посмотрим, посмотрим. Пока что... А, вот я забыл. Я хотел вчера посмотреть прошлогоднее Евровидение, вот уже. Потому что там много имен, которые я знал. Там, например, Лавика, знаете, Лавика есть. С этой девочкой я вообще учился в школе. Да, она у меня чуть-чуть старше. То есть, ну, короче, очень приятно было увидеть ее именно на Евровидении. Я знал, что она поет, и что у нее проект свой. Ну, вот было интересно, когда я увидел репетицию, вот, когда мы репетировали уже на площадке, то это было интересно, конечно. Я увидел ее имя и подумал, о, все, класс, посмотрю Евровидение, вот, в прошлогоднее какие-то сделаю выводы. И вообще интересно, кто как спел, и какое шоу было. А с кем-то советуетесь из, возможно, ваших друзей и артистов по поводу того, как лучше выступить, как лучше представить себя на сцене? С артистами нет. Мы особо и не общаемся ни с кем. Мы никого не знали, да, ну, вот только сейчас знакомимся. Поэтому, ну, мы сами решаем, как. У нас большая команда. Мы собираемся за столом и уже обсуждаем концепцию, как это должно быть. Каждый советует, решаем коллективно. У вас есть, кого вы считаете своим, скажем, конкурентом вот в национальном отборе? Конкурентом? Или, может, кого-то хотите выделить? Не знаю, не знаю. Все, каждый по-своему интересен. Кого-то одного, из которых осталось, да? Не знаю. Никого не слышал. Старичков слышал, которые уже признаны на сцене. Вот Орвальд, те же, Грин Грейн. С Оторвальдом мы знакомы, с Грин Грейнем тоже знакомы. Ну, то есть, а вот из новеньких, вот хочется послушать новые группы. Я не специально не мониторю там. Наоборот, интересно, когда вот смотришь, и потом удивляешься. О, класс, как вот вы нас услышали. Вот и так я специально не буду искать. Посмотрю, когда придет момент. Вот я в этом, в нашей восьмерке, мне монохромия понравилась. Девочка очень показалась мне естественной. И так, и песня у нее такая классная. Да, так вообще. Тяжело ли обрести популярность молодому артисту у нас в стране? Ну, наверное, все зависит от многих факторов. От каких? От того, вообще, насколько он работает над собой, над музыкой. Насколько его музыка интересна другим. Насколько это необычно, ново. Но ведь тяжело свою музыку начинать раскручивать, скажем так. Ну, да, конечно, тяжело. Мы, как никто и другой знает. Потому что мы вот много лет свою музыку создавали и шли к этому медленно. Ну, то есть просто нужно заниматься этим делом постоянно. Работать, работать, как и в любой другой профессии. И создавать, работать и придумывать что-то интересное. Создавать необычный какой-то образ, стиль. Чем-то отличаться. Мне кажется, важно вот это. Не быть, вот пытаться менять эстраду или вносить краски какие-то яркие свои. Что-то необыкновенное. Вот. Тогда получится все. Да. Ну, еще, конечно, вопросы более такие духовные, мне кажется, тут тоже играют свою роль. То, насколько ты заслужил. То есть каждый заслуживает рано или поздно какого-то признания или наоборот. То есть на все воля Господа. Я думаю, это тоже очень много значит. Если ты идешь, если ты заслужил, то у тебя потом в итоге получится. Так, ну, поэтому, да. Чем вы занимаетесь в жизни помимо музыки? Я знаю, что у вас есть проект Рукодилия. Расскажите о нем. Да, Рукодилия это наш лейбл. Новый украинский лейбл украинской музыки и не только музыки. В наш лейбл входят несколько коллективов. Это Вэри Зе Джерри, Афроамериканец, Нигерец. Вот. Группа О. Тоже это очень самобытная музыка, джазовая вокалистка Оля Чернышева. Там такая необычная музыка. У нас также входит сюда в лейбл Сандра, как художница. То есть мы собираем такой круг однодумцев. Кто вот создатель этого проекта? Создатель Иван Клименко. Это наш создатель во всех смыслах этого слова. Он вдохновитель и вокруг него собирается все больше людей. Он такой очень человек, высокодуховный и чистый, светлый. Поэтому к нему тянутся люди и им это приятно участвовать в таком. И как-то помогать. И пока все на такой инициативе без финансовой выгоды. Ну, то есть не выгоды, а без финансовых помощей. То есть все на инициативе у нас. У нас давно так уже было. И вот, возможно, что-то сейчас поменяется. И мы сможем расширять свой горизонт. Что ваш вдохновитель Ваня Клименко вам сказал, после того, как вы уже попали в финал? Он сказал, молодец, Таб, так, как вот, типа, все сделал идеально. Как мы, мы вот хотели, были наставления, чтобы там, там не волноваться. Там, ну, в общем, весь номер, который вы увидели, в принципе, вот так он и должен был выглядеть. Единственное, я от себя не очень, я всегда самокритично отношусь. И хотелось больше показать своих фишечек, пластики и каких-то необычных движений. У меня большая возможность это показать. Да, конечно, обязательно покажу. И на концерты приходите и удивляйтесь. Кстати, о маме Вике, как о вашей подруге. Она не попала в финал, но была вместе с вами в первом полуфинале. А вы с ней потом общались, не расстроилась ли она? Да нет, она уже профессионал, да, и она давно в этой музыкальной среде. То есть она не обиделась, она философски тоже отнеслась к этому, как опыт. Опыт получила свой и нормально. Что вам сказала? Она выступила. Что нам сказала? А, сказала, что поздравляю, вы большие молодцы, круто, респект. Поблагодарила. Мы ее поблагодарим. Кто-то из коллег вас поздравил? Из коллег? Из каких? Из ваших? Рабочих. Можно сказать и рабочих. Может, кстати, из... Все поздравляем. У меня телефон сломался. А из первого полуфинала? Подходили к вам? Из первого полуфинала? Да, к нам подходил даже вот сначала, по-моему, после выступления или до, я уже не помню, но подходил Олег из Sky. Очень приятный человек, мы с ним познакомились. Он тоже поблагодарил нас, сказал, что респект парни, удачи вам, хорошо, что в Украине появляются новые имена и яркие такие представители. Новая музыка интересная. У нас была гримерка с Ромой Веремейчиком и группой «Люмьер». Вот, ну ничего, мы вот, ну мы все время ходили где-то, там за кулисьей большое такое, можно выходить в зал, можно в холл, туда-сюда, можно в комнату, где экраны и прямой эфир этот показан, везде обогреватели какие-то, потому что достаточно холодно было, все мерзли, всякие печенюшки ходили туда-сюда, постоянно тусовались. А между, между участниками, то есть вы почти не пересекались вместе с собой? Участники, да, тоже пересекались все время, ну мы же особо не знали многих там, ну так, наглядно знали, но чтобы подходить, сразу знакомиться, не знаю, как-то не было такого желания. Мы своей тусовкой там ходили. Как ваша семья тренировала на то, что вы хотите принять участие в мироведении? Ну, собственно говоря, принимаете, как отреагировали? Да, очень положительно, ведь для наших бабушек и дедушек это большой плюс и большой показатель, что их внук, сын, какой-то уровень, такой его по телеку показ. Ой, короче, смешно это все. А песню как оценили? Песню? Хорошо. Они все оценивают отлично, им нравится, что-то не очень нравится, но песня понравилась. Ну, особенно, когда они видят, что прямо нас там такие мэтры заценили, как Константин Меладзе, Джамала, и вообще говорили о нас многих приятных вещей, то, конечно, на них очень это влияет, и они тоже считают, да, значит, песня хорошая. После первого полуфинала, после того, как вы уже выступили, я говорила о том, что у нас много ваших поклонников, наверное, начали писать нам, и говорили, что вы действительно очень классные, крутые. Вы почувствовали на себе это, что вы стали более известны, что вас слушают и что более востребованы за этот короткий период времени, за неделю? Почувствовали на себе? Почувствовал немножко, конечно, всплеск такой, что у меня даже телефон сломался от этого, очень много уведомлений, и он просто нагрелся, и батарею не выдержит. Ну, вообще, в принципе, людей добавилось в группы в наши, много отзывов писали, очень это приятно, и очень, конечно, это, ну, укрепляет веру, вот, лично мою. Ну, если, например, у Вани, он вообще всегда верит, и он такой, у него крепкий дух, он такой закаленный человек, то мне вот такие, конечно, проекты и такая поддержка людей очень необходимы, потому что я сразу в себя намного больше поверил, и не падаю духом, и теперь, наоборот, хочется рваться в бой, и азарт такой появился. Ну, не в бой, а вот музыкальный движ. Давайте все-таки вернемся к Евровидению уже так конкретно. У меня возник такой вопрос, Евровидение для вас, вы пришли на Евровидение ради пиара, ради шоу, или ради того, чтобы показать свою музыку? Последняя. Ради того, чтобы показать свою музыку? У нас победитель будет один, будем честными. Если вы не пройдете, и уже не будете представлять Украину, кто-то выиграет другой, чем вы будете заниматься? Какие у вас дальнейшие планы? Да, будем тоже самым заниматься, музыкой, потому что это единственное дело такое, которое мне приносит удовольствие, вдохновляет. Поэтому будем заниматься дальше, снимать клипы, музыку делать, выступать, даст Бог, все будет хорошо. Хорошо. Других планов нет. Это наше... В этом году украинцам можно будет увидеть концерты группы «Санта назад»? Думаю, конечно. Сейчас вот скорее бы потеплело. Хочется уже летних каких-то площадок, фестивалей. Надеюсь, будет, конечно. Какая ближайшая работа? Концерт? Да. Еще не знаю. Мы же об этом... Мы сейчас все заняты подготовкой. И сейчас все время на это уходит. И нету мысли пока концерт. Мы вообще уже вот с того времени, как «Сальто назад» начало переформатировалось и новый такой у нас пошел стиль, новая музыка, вот, то мы уже больше работаем над накоплением материала. Просто пишем качественные песни, каждую по полгода песню, там, вот, дорабатываем и делаем на качество. Просто, ну, у нас нету цели, концерты. Вот мы пока наполняем наш материал, багаж, а потом уже пойдет. Вы формат для радио? Либо вы все же рассчитываете на аудиторию концертную, не знаю, телезрителей? Либо все же вы рассчитываете на радиоформат? У нас такой формат достаточно... Некоторые радиостанции уже нас прямо берут запросто. То есть уже как мы их друзья, они знают, что наш материал доверяют тому, что это хороший материал, качественный и интересная музыка со смыслом. А некоторые радиостанции еще придерживаются каких-то старых взглядов и более таких эстрадных, каких-то общепринятых поп и какой-то таких, знаете... Ну, тяжело. Некоторые, да, некоторые не берут. Некоторые берут. Ну, сейчас больше берут, наверное. Ну, достаточно. Половину берут, половину не берут, наверное, так. Вот. Мне очень нравится, что сейчас такая тенденция пошла. Уже много новых интересных имен и стилей музыки. И поэтому радио вынуждены соглашаться с этим и брать интересную музыку, развивать нашу украинскую музыку, вносить новые краски. Кого бы вы могли из вот молодых таких артистов посоветовать нашим зрителям? Из молодых артистов? Может, даже из вашего проекта Рокодина? Да, конечно. Вэри Зе Джерри, очень талантливый. Та же группа О. Это круто вообще. Вот девчонки у нас на бэк-вокале есть Саша. У них интересный проект United People. Это вокальный такой ансамбль. Они всё голосами создают просто музыку, голосом. Очень красиво. И женский коллектив такой. Вот. Ну, какое ещё? Да надо подумать. Я вам напишу. Хорошо, напишите. Расскажите, друзья. У вас есть какие-то ориентиры в музыке? Либо, может, какие-то кумиры? Да. Ориентиры мои достаточно неизменны уже много лет. Это регги-музыка. Я очень являюсь большим поклонником регги. Поэтому, конечно, Боб Марли, но это такой скорее идол, на котором основаны уже остальные поколения. Ну, и также много коллективов, которые меня вдохновляют. Я постоянно пополняю, записываю диски, закидываю в телефон. Всё время это меня держит. Это создаёт мой стиль внутренней такой энергию, которую я потом выдаю. Сейчас уже вернёмся к Евровидению. У меня для вас три блиц-вопроса, которые бы хотелось, чтобы вы быстро ответили. О, класс. Давайте. Быстро не получится, я очень медленный. Ладно. Евровидение для вас – это возможность показать свою музыку более широким массам. Евровидение – это политический конкурс, да, или нет? Не знаю. Нет. Я уже задавала, если бы у вас… Может, это да. Так всё-таки да или нет? Не знаю. Хорошо. Я бы не смотрел. За кого бы вы отдали свой голос, если не были бы участниками национального отбора? За кого бы отдал, если бы не был участником? Ох. А даже если бы были? Я же не это… Я же рассказывал, что я не сильно слежу. Ну, всё-таки. Ну, вот даже с первого полуфинала. За кого вы бы проголосовали? С первого – за «Сальто назад». Вы за себя голосовали? Да. Да? Я даже писал в комментариях, там, девочка, а, там под нашим каким-то этим… Все пишут, там, класс, я голосовал, я голосовал, скриншоты присылают. И я написал, о, классная группа, я тоже проголосовал. Как вы, по-класснике, отреагировали? Смеялись. Много, да, мне нравится нажать. Ну, и в завершение нашего интервью я всех участников прошу спеть кусочек своей песни. Готовы ли вы сегодня спеть в нашей студии? Конечно, да. О, мамо, о, мамо, о, мамо, тынь-тынь, я и покохал. О, мамо, о, мамо, о, мамо. Спасибо. Ну, и, наверное, пожелайте своим поклонникам, зрителям что-нибудь перед финалом конкурса. Дорогие друзья, желаю всем любви, счастья, новой хорошей музыки. Пусть не бойтесь стирать старые границы и выходить на новые горизонты музыкальных пространств. Всем любви и счастья. Будьте здоровы и всем мира.